Так, всех приветствую. Сегодня расскажу о скрытой функции пульта светильника, его активации. Так, эта полезная функция прежде всего нужна для того, чтобы привязать светильник к пульту, одному, один светильник или несколько, одновременно к одному пульту. Так, для этого вставим батареечки, согласно инструкции. В конце видео, если кому интересно, расскажу, как каждая кнопочка там для чего. Существует большое количество пультов. Так, но если вам попался вот такой вот, вот с этой, то его нужно будет на люстру активировать. Сейчас мы это покажем. Так, и, средственно, просто вставив батарейки, исправный в пульт, на люстру реагировать он не будет, поскольку нужна для этого активация. Нужно нажать вот так вот, несколько секунд подержать на люстру при включенном и выключенном питании, до тех пор, пока не сработает на люстру. Вы это поймете по изменению функций самой люстры. Сейчас мы вам продемонстрируем. До этого нам необходимо будет подключить питание. Так, тут без разницы, плюс-минус, без разницы, два проводочка, питание. Вот это антенка, антенку не трогаем. Так, подключаем питание и втыкаем ее, включаем в сеть. Так, значит, мы держим вот эту кнопочку, серединную удерживаем, и в это время включаем и выключаем питание. Так, давай. Так, удерживаем. Так, ну-ка, включай теперь. Так, все, пульт у нас заработал. Вот, все функции, все функции работают. Так, все, мы активировали. Теперь можно спокойно пользоваться пультиком. Так, еще раз напоминаю, для активации удерживаем серединную клавишу несколько секунд до тех пор, пока не сработает сама люстра. И в это время, пока удерживаем вот эту клавишу серединную, включаем и выключаем питание у люстра. Все. Ну, все, удержали. Все, теперь спокойно можно пользоваться пультиком. Все, все функции работают. Вот так вот, такая вот хитрость маленькая. Теперь спокойно пользуемся пультиком. Все функции. Включение, выключение. С пульта. Это, еще раз напоминаю, вот такой вот у нас пультик с вот этим вот обозначением. Такой пульт, недостаточно просто вставить батареечки, его нужно обязательно активировать. Еще подробнее о кнопчиках. Так, вот этой кнопкой мы переключаем все три режима свечения. Это белый, желтый и смешанный режим. Плюс-минус, это яркость. Минус, убавляем, яркость. Плюс, прибавляем. Выбираем режим. Прибавляем, убавляем яркость. Этой одной кнопочкой включаем и выключаем подсветку, если она таковая есть в светильнике. Это синие, там красное, какие есть. Вот этой одной кнопочкой включается ночной режим. Это 10% мощности светильника. Так. Ну, это простые кнопочки. Выключаем светильник, включаем светильник. Остальные согласно функциям светильника. Подробнее инструкцию покажу. Так, вот так у нас выглядит паспорт, инструкция для светильника. Сейчас я подробно все покажу. Кому интересно, почитает, поставит на стоп. Если у кого-то вдруг инструкции не окажется, Так, вот весь функционал кнопок. Также обращаю внимание, в инструкции содержится в каждой штрих-код. Это для того, чтобы управлять светильником вашим с мобильного устройства. Это очень просто. Включаем подключенное устройство к интернету камеры, считываем штрих-код. И таким образом скачивается программа для управления светильником вашим мобильным устройством. Это телефоном, планшетом, компьютером. Еще вот такой пультик. Тут то же самое. Есть возможность управления мобильным устройством. И все доступные функции. Спасибо за внимание.